МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 hello всем привет кто-нибудь чуя переверка звука так еще раз я у себя что-то закрутив алло доброго вечера видно и чувствую доброе hello всем так короче все працюю все нормально дуже рады вас всех бачите this is so great to see you all вы меня чувствуете нормально ага чудово чувствуете доброе да короче смысл вебинару в принципе то же самое что я озвучиваю на утеку что все больше тревожных новин из света гугла и семант анализ и так же вчера я дизнався про интересную штуку как сентимент анализ то нейронные мережи учатся анализовать нашу мову как бы основной порядок слев и контекст но пока что они ничего выставить против живых перекладчиков не могут и зазналися в цьому нещодавно но так чи иначе з ними тягаться треба и в принципе мы все дійшли до такого висновку что давайте просто дилитися ризными практиками чтобы у всех був ну классный завжди такий арсенал вправ невеличких якими можно завжди тримати классный уровень перекладу и тогда никакая машина нас с вами не заменить вы согласны с таким формулированием так ну тоди в принципе смысл в том что чтобы полегшить соби работу перекладача усника мы раскладываем ее на ну как бы в чем мы занимаемся когда мы устный переклад делаем особо синхронный у нас частина уваги працюет на значение того что говорится а частина уваги працюет на том из чего это будет вот поэтому в принципе перекладач как вот та картиночка у нас одна частина послушает то что говорится а частина мозга и когнитивно нашей системы занимается сути переставленным словом туди-сюди и часто когда нема ну когда бракует певного скала в переставленном певных слов возникают такие классные ситуации когда ну это фигуративно в голове как бы все думки заплутались и нужно расставить какое-то реченье а уже цигель уже швидше швидше чему вы мовчите и в принципе ты понимаешь значение того что говорится в принципе нет но расставить правильные слова на это уходит много уваги которую можно было определить творчество то есть работа с самым значением что люди говорят и что они хотят сказать а так ты занимаешься микроменеджментом и через микроменеджмент слов как бы ну что это для того чтобы уникнуть я просто делюсь тем чем сам пользуюсь значит развантажить эту часть уваги можно как зарядку если кто-то делает что дня ты просто делаешь один два три изминка и если кто-то играет на музыкальном инструменте ты тоже каждый день какую-то небольшую практику управу чтобы держать в форме руки если это инструмент и твою словесную когнитивку если ты перекладаешь и входит что оно работает и один из таких эффективнейших штучек и вправ на мою думку и то что меня сильно выручило и вообще полегшило самая процесс переклада это использование антонимии но правда я когда называл этот вебинар что тут инверсия нужно сделать небольшой дисклеймер это не та инверсия которую мы знаем из подручников мы знаем что инверсия в английском это просто переставление слов в рече иначе это чему-то инверсия хотя правильно я бы сказал это синтаксичное подсиление чего-то говорю в плане инверсии это где-то другое поэтому я предлагал когда рассказывал про инверсию термин его как инверсию в значении которое используется в фотографии в мистике в изображениях также в обработке звука это в принципе картинка остается но меняется кольори или оттенки они становятся противоречными поэтому в значении для инверсии как антонимия но вы увидите что это не всегда антонимия то инверсия в изображении это то есть картинку ты видишь одна та самая поэтому они стали противоречными ну вот само по себе перетворение на ревни речения выглядит очень просто например у нас есть речка nobody sees it that way если мы перекладываем в лоб мы перекладываем как никто так не думает но если мы инвертируем или антонимический переклад мы про него поговорим подъясни на нас наталья там мы все почули про нас но у нас его ну ну так мы сделали очень простую операцию мы взяли в початковом речении основной субъект и перевели его в антоним все ну а например я был there alone у нас есть основная часть речения основная информация или тема alone мы берем эту тему або ее оставим або меняем что-то например никого не было это было alone то тут нет заперечения в первом речении а в другом не стоит от этого от этого от этого у нас есть отказаться мы делаем антоним agree у нас выходит you should agree вы понимаете почему инверсию лучше называть именно такое перетворение а не синтаксичное подкраснение какого-то слова теперь запитание кто будет брать участие в управах кто желающий чтобы мы просто показывали а мы озвучили вариантов а потом весь смысл вебинару чтобы обменяться с коллегами разными думками потому что это просто идея как использовать речения как их вы можете например все кто не стоит на месте знающи что вы маете перевернуть основную частину речения с чего вы начали все кто двигается вперед а по английски нужно можно без переклада просто найти все кто двигается вперед в перекладе да можно сказать people on the move все приклады конкретно в цьому всему это приклады взятые из живой мовы лише из того с чем я працював это не из джерела я вам потом дам еще джерела додатковые где можно подавить все это еще много прикладов это приклады из реального живого мовления и переклады эти использовались именно в процессе те кто идут те кто это зависит от контекста антоним мов далее возьмем англійськое если вы только есть один то есть нет спеер чтобы это а спеер это в чем запчастина то запасная если нет ничего может так попробовать то и заменить нет если нет ничего не ничего это не совсем смысл если только одно не есть его как бы втрачать ваш то не нет ну в прикладе прозвучало что 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 не не были обмежены на 2, возможно, там может быть и не 2, а там колько разных. Да, противоречивое вопрос, что есть слово «one» антонимом слово «два». Поэтому я и говорю, антонимичным перекладом это не совсем корректно будет называть. Мы инверсию делаем не только за рахунок антонимов, а тут целый арсенал разных представлений и заменых слов. Поэтому инверсия, я и запропоновал называть это чисто инверсией. Вона может быть в плюс, в минус, або минус на минус даёт плюс, там тоже есть такие... Не марнуй час на дрібниці. Використовуй час скоростью, чи там что-то подобное. Кто скажет англійську версию, например? Можно німецкую, но я не знаю, чи є німцы среди нас. Ну, тоді, коли це прозвучало, ось так прозвучало. «Focus on the most important». Так, це єдині дані, які в нас є. Німецкая дата. Німецкая дата. Чудово. Небайдуже суспільство. У вас, Яна, микрофон. I'm sorry, Partial Society. Partial Society. Partial Society. Who cares? Да, Partial Society, or Society That Cares. Так, we are used to only answer questions. We are not used to report. Антонім answer. Асс. Нас навчили задавати запитання. Тобто, смисл в чому? Коли людина говорить, наприклад, нас навчили задавати запитання, якби implied, мається на увазі, що вчили, але тільки відповідати. Тобто, в принципі, в контексті того, там це, де було сказано, виходить так, що, ну, от, школа у нас така була, що ми тільки відповідали на запитання, а самі не задавали. Така прозвучала однажды дуже цікава фраза. Щоб ми насиділи тут в непонятках, тра-та-та. Ну, переклад прозвучав, да. Це такий, ну, нейтральна така дуже протокольна фраза, використана була для того, щоб трохи згладити, ну, такий сленговий, там люди перейшли вже на такий трохи сленг, на корточках, як кажуть, і треба було згладити для слухачів це. Вони схожі між собою. Це класичний випадок того, що називається антонімічний переклад. Є not unlike, not dissimilar. Вони всі, ну, за класичною практикою перекладу, вони всі перекладаються антонімією. Dissimilar, not unlike, not until. Тобто, мінус на мінус. Дає плюс. Not и diss, ми забираємо, і все. Далі. Words and all, знаєте, такий, це сталий вираз, якби, I'm telling you everything about my life, words and all. Прийшло з фотографії, коли можна, треба було ретуш робити фото, щоб не видно було там малих дефектів шкіри, а можна було не робити. Не робити це words and all, якби бородавки і все інше, дословно. Як би ви запропонували перекласти? Без фотошопу. Без фотошопу. Нічого не приховуючи. Не приховуючи, да. Ну, прозвучало, не ховаючи недоліків. Сюжет не втратив актуальність. Наприклад, в новинах ви чуєте? Досі актуальний. Still relevant. Still relevant. Is 24 hours not long enough? Добудь достатньо. Тише 24 години недостатньо? Ну, тут немає. Не, збереглося не. Ну, там хтось сказав, чи вистачить... Досить. Двадцять. Да, чи досить буде... А суток досить? Да. Да. Чи вистачить вам 24 години? Так прозвучало. So, nature is not static. Статичка помігнає. Nature is moving, dynamic. Да. Змінюється, it's dynamic. Ви це зможете легко. You will have no difficulty. Да. Бо this shouldn't be a problem. Ну, от. Бачите, ви робите вправу. І те, що здавалося, чому воно не інтуїтивне. Тому що в лоб, якби, ну, ми не звикли так перегортати речення і одразу шукати антонім. Цього вчать тільки письменників, ті, хто ходить на курси written language і там prose і так далі. Вони там вивчають деякі такі прийоми. І то не всі. От. І в перекладі це страшенно вивільнює вам час на підставляння слів. Тому що є характерні навіть сталі речення. От, наприклад, якщо взяти заборону, англійською буде не ходити по траві keep off the grass. Воно буде стверджені keep off. А у нас завжди буде не ходити по траві. І це вже проявляється те, що у нас є певні сталі вирази і образ мислення, які ми собі можемо в одному модусі, в негативному, а у них буде позитивний. Тому це корисне право. Нам не вистачає часу? Our time is limited to full time. Або we need more time. We are out of time. No, we are out of time, це і буде нам не вистачає часу. Out of time. А, я подумала, що треба перекласти англійською, нам не вистачає часу. Ну, саме так, але ми переклали його, змінивши мінус на плюс. Не вистачає, змінилося на ствердження we need. Це непросто. It's difficult. That's challenging. Да, that's challenging. Вони були не такі, як їхні попередники. They were different from their predecessors. Oh, they were different, but they really made a huge difference from their predecessors. Правильно. Ми це робили не від хорошого життя. We were forced, we were compelled. We were forced, compelled by circumstances. Circumstances made us do whatever. A life of misery made us do. Пафосу нагнало. Да, да. Це ще не все. There'll be more to come. Да, there's more. Подключайтесь іще. У нас вже є актив. Давайте, да, зголошуйтесь робити цей. Значить, як робити, як її розпізнати в реченні, якщо речення більш густе, як ми от побачили. Наприклад, ну, от вже казали, да, ви шукаєте частину, яку ви підставите на протилежне. This is not a task that is only done once. Что себе запрошую одразу на антонім? Once, наприклад, да? Тобто, not only done once. Ми як в математичі. Не раз. Так. Ну, не раз. Це буде прямий переклад. Інвертований переклад буде протилежний once. Кілька разів, неодноразово. Ця дія виконується багаторазово. От, наприклад, це використовувалося в сенсі аудиту. І, значить, лектор всім змагався пояснити. You know, audit is not something you only do once and then forget about it. Якщо це перекласти в лоб, значить, аудит, воно дуже часто незручно взагалі навіть братися, прямо перекладати. Ну, ви знаєте, аудит, це не така задача, яку треба робити один раз. А можна сказати, аудиту треба проводити регулярно? Регулярно, да, багаторазово регулярно. Ну, так, в принципі, і вийшло. От іще, як взяти більш складні речення і там розпізнати. Are we fully aware of the regulatory and legal exposure? Це можна сказати комусь, хто вийшов без халату на балкон. Значить, regulatory and legal exposure або fully aware. Що ви будете переставляти на протилежне? Ну, простіше, fully aware, мабуть. Тоді, що буде, який у нас буде результат, спробуйте. О, а може там все нам за це буде? Ви хоч здогадуєтеся про наслідки, якось так? Що протилежне fully aware? Не знати. Не знати. Зовсім. Не бути в курсі. Пропускати. Да? Прогалини. Правда ж? Fully aware, це одне значення, мати прогалини, це антонімічний переклад. І тому, в принципі, можна сконструювати. Чи ми не пропустили порушення законодавчої бази? Або чи, ну, це аудитори знову ж таки кажуть. Це якось дуже складно. Ні, це просто контекстуально. Нам трішки складніше, бо ми ж не маємо контексту, я так думаю. Контекст в тому, ну, теж вони щось роблять, прийняли якесь рішення, щось продати або навпаки щось купити. І думають, да, нам за це, от як ви правильно, хтось згадав, нам за нічого не буде. Ну, вони ж не скажуть так в голос, да. Чи ми все врахували, можна, ну, таким планом, так. Чи ми все врахували, чи ми не пропустили порушень. Всі памітили, да, всі згодні. Чи хтось вважає, що тут змінилося щось в значенні, в смислі речення. Мені здається, підходить дуже добре. Окей, іще. Does our internal audit annual plan give us sufficient assurance in respect of our cyber risk management? Де ви бачите... А, Дж... Ні-ні, я перепрошую, ви що сказали. Ні, починайте щось пропонувати. Ну, тут можна, в принципі, сказати так. Чи ми впевнені, да, чи ми впевнені, що наш план річного аудиту повністю захищає ризики, які можуть винути у плані кібербезпеки. Ну, трішки, трішки за того, на кого. Це прямий, ну, це прямий, так, так, так. Як його перевернути. Тому що, я ще раз підкреслюю, ми робимо зараз цю інверсію не заради того, щоб, ну, ми не розмышляємо, треба вона тут чи не треба. Пам'ятаєте, це вправа. І робиш для того, щоб накачати певний м'яз, і тоді під час переходу воно само. О, от, а за що ви зачепитесь? За які слова ви запрещуєте? Я думаю, що sufficient assurance. О, sufficient assurance. Що буде протилежне? Ну, знову ж таки, можливо, ми щось не врахували. Я прошу прощення, по-русски можна, потому що я на украинський, к сожалению, не перевожу. Но учитывает ли наш аудит, годовой аудит? Но sufficient и я учитывает. Сufficient assurance means, yes, we take it into account. А ми в Селегортане. Ми знову ж таки пропустили, там не врахували. Кого не врахували? Кіберризику. Кіберризику, так. Тобто ми зачепили за give a sufficient assurance, зробили його, перегрнули і вийшло, наприклад, прозвучало так, чи нема у нас прогалин в кіберризиках, який має виявляти план аудиту? Сufficient assurance. Так, а що б було, ну, ви вже перекладли впряму, так, чи дає нам внутрішній аудит, щорічний план, достатньо інформації про кіберризики. Який вам варіант більше подобається, прямий чи інвертований? Ну, інвертований, звісно. Простите, а як можуть бути пробіли в кіберризиках? Вони є, вони существують, вони константні. То есть аудит, здесь, по-моему, я не согласен, здесь наоборот по переводу должно быть. Но аудит, it has to give us assurance. Тут же ж не є запитання, чи має у нас взагалі прогалин? Чи немає у нас прогалин в кіберризиках? Який має виявляти план аудиту? Це, мабуть, пов'язано з тим, що це усний переклад, і тут не має бути такої повноти, як в письмовому, щоб кожне слово... Ні, в принципі, як близько... Ні, вибачайте, тобто усний план реклад може і має бути точно, особливо, якщо це аудит. Звісно ж. Окей, ладно. Але звертаю вашу увагу. Речення звучить не просто, чи немає у нас прогалин в кіберризиках. У нас речення звучить, чи немає у нас тих прогалин, які план аудиту має зловити. Чи достатньо він шерстить всі ризики. Мова не йшла про сам по собі кіберризики. Бачите? Тобто відмінність. Так, можна було б сказати, що прогалин є завжди. Але тут говорять про ті, які аудит має виявляти повністю. Ну от, класна вже дискусія йде. Значить, ви помітили, що іще ми зробили з цими реченнями деякі речі. Вони довжини в оригіналі одне, а в результаті у нас стало набагато менше. Ну от це намного краще, цей варіант. Чи всі кіберризики виявляє річний план аудиту. Це раз варіант, а це два варіанти. У нас скоротилося багато баласту, можна сказати. І друга, справа, яку дуже сильно рекомендую робити щодня хоча б потроху. Потім поробимо щось в текстовому редакторі просто. Я покажу, як я, наприклад, беру одне речення, розбираю його просто для себе. Другий такий дуже важливий м'яз, який треба тренувати, знову ж таки, на рівні одного речення, одного абзацу. Просто так. От читаєш книжку або слухаєш якісь інтерв'ю. Блін, класна фраза. Швиденько вона накидав і спробував з нею погратися. Один раз в день краще, ніж 500 раз на місяць. Возумієте? Такі вправи треба робити просто так, по ходу, з одним реченням, з одним абзацем. Потім вона дається дуже сильно на взнаки, коли ви говорите і цим користуєтеся. Бо вона вже, в принципі, натренована і вам легше. Тому, що таке розширення і що таке компресія? А потім ми спробуємо поєднати одне із інверсією. Це, в принципі, вона рятує, коли оце іде, знаєте, такий legal speak, але не англійський, а саме український. У них є дуже така традиція, особливо у сторони звинувачень. Адвокати говорять більш-менш живою мовою. А от прокурори і сторона звинувачень, вони завжди такі, вони грають певну роль. І вони завжди такого баласту навішують на своє мовлення. Дуже багато слів, які треба вміти всі зрізати, бо ви замахаєтесь його перекладати. Тому смисл інверсії, ну, а ще, знаєте, люди є такі, які просто на якомусь заході, але вони грають певну роль. І вона їх змушує говорити багато, вітівато. От буквально позавчора був переклад наших ОТГ, які об'єдналися в асоціацію. І вони всі спілкувалися живою мовою, всі вирішили всі питання. А потім так, на завершення у нас є презентація від такої-то, такої-то представниці, такого-то, такого-то органу, якогось там міністерства, щось. І вона, значить, вона так, вона зовсім по-іншому зайшла в цю бесіду, така, надягла таку маску. І те, що вона мала сказати, можна було вмістити в 10 хвилин, ну, от, просто нормального, стислого, живого тексту. Вона це розказувала 40 хвилин, і там було багато того змісту, яке просто довелося зрізати. Ну, ви ж знаєте, що ми ж про це розказували вже неодноразово, і в цьому також йдеться в цій презентації, як ми вже казали. Ці результати, як ми вже вам повідомляли, і, а ви ж знаєте, що, ну, і, коротше, отакий текст хмара різного непотрібу, який вам не треба перекладати. Це балласт. І, знову ж таки, тренуватися треба на маленькому. Так, це у нас далі йдуть приклади інверсії, і вже ми можемо щось скорочувати. Does our risk mitigation facilitate and enable growth? Ну, воно схоже на речення з аналізом ризиків, але що вам тут, ну, я так виділив ці два слова, в принципі, це як і підказка, так, що тут можна скоротити? Сприяє, просто одним словом сказати. Так, тому що facilitate – це, ну, просто синонім. В багатьох випадках слово enable. Але ми ще можемо погратися і перевернути його в інверсію. Це чи не стає управління ризиками на заваді розвиткові? По-моєму, це я видалив слайди. Я думав, що це початку ми пограємося з цим реченням. Я зараз одразу відповідь дав. Ладно, зараз. You don't sound like you could get any sadder. Ви зараз розплачетеся. Так, це говорилося, в принципі, в такому контексті, що боюся я вам щось таке сказати, щоб вас іще більше не розчулити. Це я повідомляю, в якому контексті це людина говорить. Я думав-думав, як це перекласти іще. Ви зараз розплачетеся. Які ще бувають, будуть у вас варіанти. І бачите картинка інверсії. Не хочемо вас засмучувати, але можливо, якщо антонімічно взяти. Но get any sadder – це буде синонім засмучувати. Антонімічно буде протилежне щось. А при, я знаю, а при перекладі, можливо, синоні не стирається. Може, давайте більше не будемо, просто мене? Щоб вас втішити там, щоб вас розрадити щось. О, Леся, правильно. Я водночас втішити against get any sadder. І чому цей приклад, і чому саме так було сказано? Це було сказано вусно. Просто стоять люди поруч. І це як офіційна особа. Буває, вони впадають в такий дружній, значит, friendly mood. Начинають хлопати по плечу. І щось таке казати. І воно часто, якщо сказати це напряму, ви щось такий сумний стоїте. Це, в принципі, токсична мова. Це ти людину трохи маніпулюєш, і якби або налаштовуєш її бути сумним, або просиш виправдовуватись. Чого ти такий борзий? Чого ти такий сумний? Стоїш тут, а я веселий, ти мені, значить, портиш весь настрій. В такому контексті. І ми швидко подумали, що так, ну, якщо зараз так перекласти, людина може образитись. І в цей момент виручила саме інверсія. Тобто, хочеться вас втішити, давайте я вас втішу. І тоді контакт пішов, вони почали далі спілкуватись. Спробуємо взяти трохи складніше ще речення. І теж подивитися, що можна скоротити, і що можна перегорнути навпаки. Тобто, зробити інверсію. Since Magna Carta, you can no longer arrest the king's subject by willingness of the king alone. Magna Carta – це хартія вольності. Це перший крок від абсолютизму монархії. Тобто, що ми будемо перегортати? No longer arrest. Можливо, що недостатньо волі однієї волі короля. А як, що тоді буде протилежне волі короля? Воля народу? Так. Ваша пропозиція тепер речення. Воля народу – чудова заміна willingness of the king alone. В принципі, те, що прийшло на зміну автократії царів і королів – це демократія. Тобто, коли вирішує народ. Тут можна ще погратися з РОО. Можна сказати, що недостатньо. Недостатньо одного бажання короля для того, щоб заарештувати особу громадянину. Недостатньо. Так. Король вже не може… Тюша, а можеш повторити речення, без ласка? Женя, король вже не може… Не може єдиналічно арестовувати чоловіка і лишать чоловіка свободи. Свобод в часі великої партії вольності підданий був у волі народу або долю підданих вирішує суд. І як правильно Яна сказала, тут можна також суд сюди підставити. Тому що якщо ми будемо підставляти суд, парламент, може їх нема. Може там вічі замість короля. Тобто тут треба обрежненько. Ну воля народу, значить, підходить. Який був, зрештою, переклад? Якщо використати скорочення, тобто компресію. Все, що червоним було зрізано. Це узагальнення таке досить сильне. І вправа полягає в тому, що ви переписуєте речення кілька разів так, щоб спеціально дотошно і нудно на рівні одного однесенького речення. Не треба багато. Тобто вправа як гантелька. Їй не треба дуже велику брати. Якщо взяти маленьку, але робити регулярно, м'яз напрацьовується, і він потім у вас не викликає стільки багато думати, щоб перегрунути на ходу речення. Це я почув теж в інтерв'ю. І просто виписав, тому що це просто шикарне речення. Вони говорили, це як Роберт Кіосакі говорив з якимось, ще якимось економістом, про коливання ринку, про коливання ціни паперів і так далі. І це йому каже інтерв'юер. You can't convince me in the long run that earnings and market cap are divorced. Тут are divorced, і можеш сказати, не пов'язані, ніяк. Не пов'язані, це і є are divorced, а щоб перегурнути, вони пов'язані. Да, значит, market cap in earnings. Пов'язані, а що робити з you can't convince me? я впевнений я впевнений да прозвучало в озвучке я незмінно переконаний тому що you can't convince me це навіть іще більш сильно ніж я впевнений а ви мене ніфіга не переконайте в згородньому тому я незмінно переконаний що прибуток напряму залежить від ринкової капиталізації ну от тут вийшло що ви бачите розширення чи збільшилося тексту чи зменшилося його побільшало да і тут ми вже бачимо приклад того що деякі слова ми зараз побачимо на рівні слів треба пояснювати ну у нас тут divorced напряму залежить да у нас є одне слово divorced але ми його не можемо перекласти одним словом нам треба його розкладати на два або іноді на три а ніколи не було і ніколи вже не буде такої людини це з книги це взято і переклад це не я робив переклад це просто я побачив що є ось такий варіант і ось сюди виписав чудовий приклад розширення який нещодавно був з ними якраз робота була economic crime academy як ви запропонуєте це перекласти назву такої установи це просто академія яка надає курси на боротьбе з економічними преступлениями тобто у нас тут розширення слова crime а яна я просто хотела сказати шо академія вона не має this academy does not have this this academy does not have any remit to actually combat the economic crime so it can't be translated it can't be interpreted as академія по борьбе so it can be a i don't know a bureau to combat a bureau for economic crime but може курсы з розслідування економічних злочинів або курси і звучали собственно з протидії наприклад да тому що якщо залишити так то тут залишається написати тільки їм такий мемчик so what kind of crime are we committing today і тоді це буде economic crime academy значить да академія з протидії економічних економічним злочином тобто яка навчає протидії і так само там у нас є там органи з протидії корупції англомовці вони часто просто кажуть all your anti-corruption bodies а деякі кажуть там battling corruption і все треба думати про що він каже значить академія боротьба з протидії корупції пропрошую тут неправильно також є в англійській мові такі модні і такі ємкі слова англійська мова ними рясніє які не можна перекласти або дуже зрідко можна перекласти одним словом як є одне з них слово empowerment які ви чули варіанти слова empowerment що якщо вам скажу що його можна потренуватись перекласти антонімією і інвертувати просто так заради спорту а потім ви скажете чи буває таке чи має місце чи має сенс таке значення і в якихось інших контекстах значить коли йшлося про наприклад ідеться про empowerment of women і наводиться приклади ну якихось жахіть з попередніх часів коли там women's rights were severely limited and their life was miserable значить прозвучало один раз я чув що значить жінки більше не відчували себе такими безпорадними як переклад слово empowerment і я тут зрозумів що зроблено саме це зроблена інверсія да empowerment безпорадність або порятунок від безпорадності тобто це така хитра інверсія з розширенням це саме цей випадок коли ви і слово перегорнули і трохи його розтлумачили вправа корисна в тому щоб брати ось такі ви там спідкало вас таке слово ємке там в російській українській в англійській в вашій робочій мови і ви бачите що його ну так просто не розтлумачити пограйтеся з ним буквально 2 хвилини на папірці або файлі спробуйте його передати спеціально заради спорту протилежним чимось не обов'язково що саме так треба може не треба але щоб тренувати це ім'я іще одне таке гучне велике слово fulfillment який ви чули варіанти ну наповнення та а це здійснення та ну це буває да давайте я розкажу тоді контекст значить fulfillment часто зараз звучить від от послухати психологів там life coaches вони завжди коли говорять what do you want in life там та 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 а вони кажуть fulfillment I want fulfillment in life і це якби вважається найвища ну це якщо по маслоу то це самоактуалізація якщо якщо так і ти якщо актуалізація і там і хтось у чаті у чаті теж хтось написав самореалізація це теж воно самореалізація о актуалізація да мені доводилося чути ось такий переклад чому тому що перед цим було сказано от багато людей в такому-то віці або в такий-то період страждали від нереалізації да або вони не могли себе реалізувати і потім наступним реченням but they got fulfillment out of this and that і їх від цього врятувало і прозвучав такий переклад як порятунок від нереалізації і знову ж так я собі занотував спеціально як приклад що це інверсія і розширення ну і часто слова які так чи інакше доводиться допомнювати да от ви знаєте всі всі хочуть змін ну якби землетрус це теж зміни але чи всі їх хочуть і тому деякі такі пафосні фрази часто класно коли в перекладі розширюєш і кажеш всім хочеться позитивних змін всім хочеться змін на краще або орієнтація там orientation там в порядку денному пишуться там огляд на місцевості або да і ми так і пишемо огляд на місцевості орієнтація в просторі навігація а ще приклад давайте bribery акт британці його так і називають як би ви переклали це це закон про бережу з корупцією розширення а як можна чисто ради спорту перекласти його протилежним я ж кажу вправу треба робити просто так закон про пробити акт ні в перекладі наприклад закон про сприяння чому ну що протилежне bribery чесності доброчесності да integrity is the antonym of bribery тоді у нас буде закон про сприяння доброчесності в організаціях це буде такий розширений і антонімічний переклад прозвучало нещодавно в усному значить we in a team we build each other we develop each other як ви перекласти сказали we develop each other допомагаємо одне одному зростати зростаємо над собою а хто запропонує антонімічний і інвертує це речення ми не стоїмо на місці ми не стоїмо на місці ми не стоїмо на місці або не даємо одне одному дегродувати ну правильно це ж буде антонімічний переклад але це буде реально інше значення так тому я і кажу це робиться тільки для спорту для відпрацювання самої трансформації що вона у вас була в активі розумієте вона супер не інтуїтивна ви бачите як повільно до неї звикаєш навіть коли ти вже знаєш в чому фокус але ми не звикли так думати ми не звикли так ну такі речі протиприродні робити з реченнями і тому але коли ти звикаєш що воно дійсно ну ти можеш швидко перекинути речення з одного модуса в інший тоді це стає легше і ти вже не так довго над цим задумуєшся ой пропустив один слайд ну короче give me the reasons why було речення в оригіналі і скажіть чому ви не вважаєте це можливим тому що в англійському реченні give me the reasons why не звучить поясніть чому поясніть чому але дуже часто в розмові слід повторити що саме чому значить ще раз підкреслюю що тренуватися треба навіть якщо ви усний перекладач тренуватися письмово треба і на рівні речення на рівні абзацу максимум що це вам дає коли робиш вправу тобто коли щось не відпрацьовано якась навичка не відпрацьовано займається нею і вирішенням в основному неокортекс і тоді у вас частота таких word clutter коли думки плутаються більше ніж коли у вас одна навичка відпрацьована вправою тоді у вас більше воно йде як не дивно працює лімбічна система тобто те що ми робимо не замислюючись те що саме вже відпрацьовано воно як ходити і мовні навички теж тобто ви такими вправами напрацьовуєте такий м'яз і не треба поспішати не робити поспіхом переділити цьому час там одне речення 10 хвилин 15 хвилин нормально головне щоб воно було вам цікаво і робити таке речення такий розбір хоча б один раз на день і шукати приклади там де ви читаєте там де ви слухаєте виписувати тобто ваша мовна навичка вона любить увагу до себе тепер я можу покидати в чат багато різних прикладів або ось от є такий практис щіт я думаю як я вам його як ну хто бажає можу передати можу в чат запостити щоб ви потренувалися або ми можемо декілька речень тут розібрати давайте розберемо давай окей ціни ми придумали бліц давайте хто це є ціна 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 не підберемо так найчережне остаток було у нас цього ніхто не відміняв ціна 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 я не знаю чому ти не можеш не використовує ціна 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 такого не ціна так ціна 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 Мы не можем остановить здесь. Мы должны учиться больше. Мы не будем принимать это за чистую монету. Мы ценим это. Мы ценим это. Это было бы легче. Я могу сделать это просто. Это бы... Это бы... Это бы... Это бы... Это бы не проблем. 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 Мы не могли не сообщить. Мы не могли быть слегки. Мы не могли быть слегки. Мы не могли быть слегки. Это бы не проблем. Это бы не проблем. Непрогольные территории. А я... Government-controlled territories. Нон-гоvernment-controlled Незатруднятый доступ 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 Множина Незатруднятый доступ 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 Запостите его в чат Чи хотите Разобрать сейчас? Давайте Давайте на домашнее задание Все Тоді я сейчас Постю это в чат Потем Сьогодні в вечері Я в себе в фейсбуке Просто По итогам Цього вебинара Запостю Google Doc И там Дам Свои варіанти и мы будем, там каждый сможет постать варианты на оцей переклад. Сейчас я его в чат запущу всем. Скопиюйте его соби. И попробуйте погратися с этими речениями и найти в них возможность для компрессии, расширения и инверсии. Что там можно скоротить и что там можно инвертировать, то есть переписать с другим знаком. Ну вот. Это, в принципе, все, что я подготовил на этот вебинар. Чи вам понравилось, чи оно вам было приятно, полезно? Супер, Алексей, я вам очень благодарна, потому что, на самом деле, ваши слова про то, что это мае быть регулярно, это слова золотые. Ну да, и она прикольная штука, как сама по себе. Для того, кто читает, кто любит с текстом работать. Я хотела еще додать, что для того, чтобы так стартануть, легко, потому что это же нужно слушать, записывать. Это тоже требует времени. Супер, это подготовка работа, то я зараз, зараз это не реклама. Есть, можно дистать, не-не-не-не, можно дистать перший подручник Фололеева, можно дистать. Кто знает, тот знает, где дистать. И ось там, в першому подручнику, это «Зеленое яблоко», эти все початковые фразы на инверсию «е». Это так, чтобы стартануть легко, чтобы не читать, не вписывать, не шукать, а потом уже по маленькому, по маленькому можно самому это делать, шукать, вписывать и так далее. Но чтобы было легче, то можно уже готовить взять. Да, вот еще... Выбачьте, я сказала, что это не реклама, это просто место, куда можно піти и взять и готово. Не, ну просто уже нет сил, если честно, какая-то секта, вот кто не сходит и начинается. Ну просто Фололеев – это не Библия синхрона. Вот, он состоит параллельно с ним, он будет после него. И вот те слова и выражения и предложения, которые в книжках Фололеева, они мало употребительны на нашем рынке и в наше время. Поэтому, ну... Вико, я самая... Простите, когда вы делаете логет? Дивите, Вико, я розумею ваши почуття, но я просто хочу сказать, где можно взять готово. Все. Ну да, я бачу... Фололеев – это вообще не применимо к реальной жизни, простите. Вот это мое мнение. Нет, я лише про вправы на инверсию. Лише вот этот блок вправ, фраз на инверсию. И все. Я лише про это. Я не про курс, не про методику, боже, зба. Ну, потому что я как человек, который в 2016 году поехал на курс Фололеева. С тех пор прошло 4 года. Перевожу я последовательно синхронно, кроме 2020, понятно дело, 3-4 раза в неделю. И вот недавно Дима Кушнир проводил тоже свой курс. Я для интереса зашла. И он читает какие-то фразы. Я понимаю, что за 4 года я ни единой этой фразы не слышала ни разу. Ну, я тут хочу еще сказать... Тут я Вику поддерживаю, потому что... Наверное, справа не в том, что фразы мало используются. Справа в том, что синхрон – это не про фразы. Синхрон – это про контекст. Синхрон – это про то, что речень, которое ты слышишь, оно связано с тем, что было и с тем, что, возможно, будет. То есть, тренироваться на кошках, оно, может, и имеет сенс на каком-то этапе, но потом сенс монетрирует. И если мы уже начали, я просто работаю регулярно с многими людьми, которые ходят на курсы второй, третий раз. И раньше у них речь была плавнее. Сейчас они над каждой фразой, над каждым словом, они думают. А у них затыки постоянно. То есть нет плавности речи, нет этой подачи. Ну, я надеюсь искренне, что это временный период, что это пройдет. Потому что это, ну, это, ну, это, ну, я могу сказать, я могу сказать, чему такий эффект есть затику. И я познакомился с Хололеевым, ну, книжками. Мне сподобалось, как сбирка речень, которые взяли из разных текстов. Я просто, ну, я троехе, как Вині Пух, и мне довгие слова только расстраивают. Ну, то есть, если взять очень много разных, разных трансформаций в одний купі, в одному, в одних правилах, Я просто плутаюсь, и ты как бы не отработаешь толком, ну, потому что я считаю, например, антонимия и инверсия, которую я предлагаю правильно называть, она реально тренует такой мяз, который обычно не тренуется. Мы все, в принципе, так или иначе, что мы должны ехать на логику прямо сейчас. Завтра продолжить. Марин, прямо сейчас. Ну, короче, инверсия – это одна из таких маленьких направлений, которая дает много, потому что она развантаживает вам именно это, работа с словами. Потому что вам не нужно так много неокортекса витрачать на подстановку слов. Вы большеество своей внимания витрачаете на увагу до сказанного, на работу с смыслом. А скилл у вас неправдающий. И таких трансформацій просто, ну, в большинстве трансформацій мы привыкли до них. То есть, перекладать там уже члены речения и даже темы РМ, а мы до них привыкаем швидко. А вот эта, до них не привыкли мы, потому что нас их не навчали. И, ну, это моя думка. Вот так. И отличность от VLA в том, что я не берусь все прямо отработать, все абсолютно трансформації. Вот это все, как ничего, и все, и никуда из них не дается уникать. Тришечки делать вот эту трансформацію, и оно вам сильно может развантажить самая работа с словами. And so, that is all for today. Можно два цента добавить? Да. Алексей, спасибо большое за вебинар. Действительно, очень познавательно, очень актуально. Просто хочу обратиться еще раз ко всем, может быть, открыть такой пласт для последующей дискуссии. Люди, давайте переводить то, что слышим. Потому что, когда мы думаем, что мы намного умнее заказчика, на самом-то деле нет. Потому что мы переводчики, которых позвали для того, чтобы работать. Для того, чтобы переводить и доносить то, что мы слышим. Это ни в коем мере не умаляет важности работы с упражнениями, с инверсиями и так далее, и так далее. Но все-таки давайте будем придерживаться, ну, мое мнение, давайте будем придерживаться текста. То есть то, что нам дают, мы то же самое должны выдать на другом языке. Спасибо. Не, ну а что-то можно расшифровать тогда слово «то же самое», раскрыть это значение, потому что мне ничего не понятно из словословосочетания «то же самое». Но у вас нету «то же самое», у вас на другом языке текст будет, «то же самое» вообще никак не будет. Да, ну, Алексей, просто вот из тех примеров, которые были, и примеры перевода, ну, многие вызывали несогласие, потому что, ну, это просто передача своими словами то, что мы слышим. Я ни в коей мере не критикую. А чьи слова должны быть? Нет, так мы сейчас докопаемся, почему я спрашиваю. А чьи слова должны быть? Слова исходные. Ну, исходные на одном языке, у вас будет другой язык в переводе. Совершенно верно, совершенно верно. Ну, просто вот играя в инверсию, играя, уходя от, мы можем вообще очень далеко уйти от смысла. Ну, так мы уходим от текста, мы уходим от другого языка, мы приходим к другому языку. А надо ли это? Ну, так давайте не переводить, давайте оставим оригинал. Нет, 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 подождите, подождите, подождите. Я приведу пример, который гуляет, ну, я не знаю, вот Виктория Мороз может подтвердить мои слова, это из донецких переводчиков гуляет пример. То есть была такая ситуация, что есть такой футбольный клуб известный, и, собственно, тренер постоянно ругал футболистов. А переводчик переводил мягко. Ну, и, собственно, все хорошо, а когда дошло до того, что футболистов начали увольнять, они поняли, что на самом-то деле все это было не совсем мягко, а вот надо было переводить так, как слышали. Ну, этот, опять же, пример, он не совсем может быть по теме, но я просто говорю к тому, что часто бывает то, что мы уходим, ну, и я был свидетелем, и сам грешу этим, бывает, то, что мы уходим от реальности, и мы начинаем фантазировать, что мы, например... Разрешите раскрыть ваши слова чуть-чуть, в чем заключается переводческая задача с классической точки зрения теории и практики перевода? Она триедина. Напоминаем, какая она. Донатат, второе, что у нас? Алексей, у нас тест на это самое, я не помню. Конотат и экспрессия. То есть, что сказано? Собиение младенцев началось. Не, ну так вы же сказали, что давайте переводить то, что слышим. Мы слышим очень много чего, но мы тогда должны понимать, что мы делаем. Мы выполняем задачу. В чем наша задача? Мы же не можем оперировать такими общими словами. Давайте, чтобы было то же самое. Алексей, Алексей, подождите. То же самое, что не будет, у нас другой язык. Алексей, подождите, ну, просто вы не совсем меня поняли. Еще раз, я вас не критикую. Я благодарен тому, что вы говорите и сказали. Я просто прошу, не надо очень много у начинающих переводчиков. Ну, опять же, я надеюсь, что здесь таких не в большинстве присутствует. Очень много люди считают, что вот то, что они сказали, значит, вот есть правда. Подождите, давайте вернемся к примеру из Донецка. Донецким футболистам. Какая задача не была выполнена переводчиком? Почему задача в его случае была не выполнена? Ну, давайте начнем с Диналтата. Ну, он говорил по смыслу то, что надо было говорить? Он говорил по смыслу. Мяч, ворота. Все плохо, но мяч, ворота, все плохо. Опять же, я не был свидетелем. Ну, хорошо. Давайте исходить из того, какую критику он получил. Он получил критику по какому пункту из этих трех? Он ничего не получил. Ну, сказали, что недостаточно что. По экспрессе он получил. Ну, конечно, он получил. Совершенно верно. У него была не выполнена переводческая задача. А в третьем пункте, вот здесь. Не объяснил, как далеко идти надо. Конечно. Давайте уберем город Донецк. Давайте уберем вообще все-все-все. Нет, пусть будет город Донецк. Не надо убивать. Прекрасный город. Хороший город Донецк. Отлично. Замечательно. Я сам из Донецка. Я сам там... Это Аня Иванченко просто рассказывала. Она переводила что-то инверсии, а потом у меня заказчики спрашивают. А что вы так сказали? Он говорил совсем другие слова. Ну, то есть реально у коллег спрашивают, когда вот кто-то думает, что он... Здесь была немного не совсем та история. Еще раз. Я свечку не держал. Это было пересказано. Это ходит в разрядах хрестоматий и так далее, и так далее. Давайте уберем вообще слова. То есть еще раз ситуация. Переводчик переводил. Была нецензурная лексика, которая звучала на языке. Он передавал ее не нецензурной лексикой. И после этого выяснилось, что на самом-то деле надо было передавать ее нецензурной лексикой. Потому что когда говорили, что все плохо, переводчик говорил, ну все не очень плохо, на самом-то деле все. То есть он смягчал. В этом была ошибка. Не выполнил вот этот. И не выполнил. Совершенно верно. Тут уже два пункта не выполнено. Он мало того, что смягчал сам Ден-Атат, то есть надо было сказать, так плохо, а он сказал, сяк плохо. При этом он еще... Алексей, я не это хочу донести. Я хочу донести то, чтобы мы старались обращать внимание на все-таки то, что наша роль – это тень. Если мы уже... Ну это поэзия. Чужаки, ну... Мы не тень, мы люди, которые из мяса и костей не умеем такое, а такое не умеем. Нет, это все понятно, это все это самое. Но когда мы доносим то, что человек на самом-то деле не говорил, опять же, это не критика. Еще раз, если человек говорит... Да я не боюсь критики, вам не надо оправдаться. Мне можно критиковать 24-7. Хорошо, хорошо, хорошо. Это критика. Если человек говорит длинными предложениями, зачем их сокращать? Пусть они будут длинными. Если человек повторяет все время одно и то же, это надо повторять. На меня смотрели как на идиота, когда я работал там с одной делегацией, и они в десятый раз... А правда ли, что у вас цена такая-то, такая-то? Она мне смотрит, слушайте, ну мы же вам сказали. Я говорю, я понимаю, я переводчик, но извините, я перевожу. Евгений, можно я вас... Вы совершенно правы, вы совершенно правы, но все-таки сказанное вами нельзя ко всем контекстам. Не во всех контекстах это актуально. Иногда надо... Оратор настолько уже... Ну вот ты работаешь с выступающим, и ты видишь, что аудитория спит. Ну как ты? Ну ты просто будешь... Не знаю, ты просто... Я буду ночью не спать, если я буду, знаешь, мало того, что оратор утомил аудиторию, так еще и я буду своим переводом убаюкивать дальше. Здесь бы, опять же, ну хорошо бы рассказал Максим, который Козуб. Опять же, мы очень часто выплескиваемся за наши рамки. Я вот об этом говорю. Я не говорю, что я не обвиняю каждого и все, что все прям это... Я просто еще раз говорю. Попробуйте обратить на это внимание, особенно те, кто только начинает переводить. Все. Здесь все хорошо. У меня никаких вопросов нет к тому, что, Алексей, вы рассказываете. Но вы согласитесь, что вариант, когда у вас отработан скилл и вы можете сокращать эффективно, и когда у вас не отработан, и вы их сокращать эффективно не можете, вот какой из этих двух вариантов вы бы предпочли, как переводчик? Согласен полностью. Ну какой из них? Ну с чем? Я же или задал вопрос. Какой из вариантов двух вы выберете? Нет. Вот когда у вас скилл, сокращение... Вопрос с интернет-проблемой. Один вариант, у вас отработан хорошо, навык инверсии и сокращение текста так, чтобы не выпадало важно. И второй вариант, не отработан, но вам нужно сократить внезапно, резко, потому что времени нет, или вы озвучиваете что-то, оно не вкладывается в оригинал. Какой вариант вам предпочитают? Я понимаю, Алексей. А вот теперь то, что я пытаюсь донести, то, что вы... Но вы мне сказали, какой вариант выбираете? Сейчас, секунду, секунду, секунду. То, чему не учат, я не ухожу от ответа, я сейчас отвечу на него. Нас не учат еще раз уходить, то есть быть тенью. Еще раз, мы не являемся ораторами, мы не являемся экспертами. Ни в коем случае. Я вот это пытаюсь донести. А по поводу того, что да... То есть я могу переводить как абсолютный чайник вообще в вопросе и просто говорить то, что мне говорят. Я постараюсь писаться во время. Я буду это использовать, я буду использовать инверсию. Если что, я добавлю, опять же, добавлю переводческую нотатку, скажу, что Translate as Note. Это не было сказано. Если что-то выходило за это самое. Я уже не прошу вас использовать инверсию. Я вам спросил, из двух вариантов, когда скилл отработан и не отработан, какой вариант вам предпочтительнее? Да скилл должен быть отработан. Если он не отработан, зачем переводить? В общем, это был вопрос. Ладно, давайте тогда мы можем подискутировать где-нибудь в чате. Ну, в общем, все. Мой поинт такой. Нет, спасибо, извините, что я... Да не извиняйтесь, все было хорошо. В дискуссии принято спорить, это отлично. Я бы не начинал вебинар, если бы не был готов дискутировать и спорить, и слышать противоположное мнение. Это очень интересно. Просто мой поинт в том, что можно без скиллов быть сколько угодно. Можно ходить и быть тенью, и повторять. Но все равно, если вам внезапно нужно сократить, или внезапно нужно убрать из мозга вот это столкновение слов, а у вас есть этот скилл наработан, это один вариант. И вы себе говорите спасибо. Понимаете, мы сейчас во время упражнений из гантелей вы не задаетесь вопросом, стать мне грузчиком или не стать, буду я тяжести таскать или нет. Или, начиная бегать тоже, вы не задаетесь вопросом, буду я бегуном, чемпионом. Нет, вам нужен навык нормального движения, использование своего опорно-двигательного аппарата. Вот для этого мы делаем упражнения. Мой поинт в этом всем в том, что как упражнение, это очень облегчает вам работу, когда вам внезапно нужно это сделать, когда вам внезапно надо уметь сократить и при этом сделать это быстро, а он у вас отработан. Я сейчас не говорил о том, нужно ли здесь делать инверсию. Я, правда, задавал вопрос, соблюдается здесь смысл? Соблюдается. Но вот видите, хорошо, когда мы услышали, что в некоторых случаях она может сыграть не так. Конечно, нужно смотреть по ситуации, кому вы переводите, в какое время, как много этого времени у вас есть, чтобы сказать. Хорошо ли, понимая, сейчас человек вообще в состоянии его оценить, он сейчас вообще воздухом дышит, или он спать хочет, услышит ли он ваше предложение, или вообще надо сократить вообще все, тогда он поймет. Понимаете, Евгений, речь не идет о том, чтобы быть тенью, а речь идет о том, чтобы быть готовым к максимуму разных ситуаций. Вот в чем. У вас арсенал вот такой, как швейцарский нож должен быть. Вот такое я умею, и такое, и вот такое, и вот такое, и вот так. И вот тогда вы выплываете в разных ситуациях, как тот футболист, то есть переводчик футбола, он просто в сегодняшний выполнил одну из переводческой задачи. И второе, я бы вас призвал, как и всех тоже, когда мы говорим о переводе, давайте четко объяснять, что мы имеем в виду. Потому что перевод, как и работа наладчика станков, она не говорит, наладчика станков не приглашают на работу, говорят, наладь нам станки. Ему говорят, вот здесь не работает такой блок, здесь не работает всякой блок. Поэтому в переводе переводчики, я считаю, должны тоже выражаться грамотно и говорить, что конкретно здесь не выполнено. Мне, например, как переводчика устраивает вполне классификацию, что есть доната от контакта от экспрессии, есть еще четвертое, это ритм, это если есть повторение, рифма и так далее, это четвертое измерение. Но это отдельно. Но всегда каждая ситуация перевода, любая просто, она состоит из этих трех задач. Что сказано по словарю, что это может значить в данном контексте, это без словаря, просто ты знаешь. И есть ли окрашивание каким-то чувством и экспрессиям, и нужно ли его передавать, это тоже важно, потому что не каждый... То есть переводчик умеет передать экспрессию, но должен ли он ее делать каждый раз, конечно же, нет. Потому что если кто-то кому-то нахамил, а вы передадите это, а футболисту надо было, понимаете, потому что переводчик должен быть очень предельно внимательным, понимать, кому он говорит, зачем он переводит это, какая будет дальше реакция, и в каком состоянии сейчас человек, и люди, и говорящие ситуации. Поэтому я просто всего лишь против, я согласен с вами, что нужно быть внимательным, но быть тенью – это не описывает состояние внимательности. Можно кому-то сказать, будь тенью, и он вообще потеряет сознание, понимаете, и уйдет в тень. Переводчику надо говорить, настраиваться на актуальность мысли без вот этого вот, быть тенью. Будь начеку, то есть будь очень внимателен, но знай, кому ты говоришь, что ты говоришь, и какая сейчас переводческая твоя задача. Вот это, я бы предложил такую трактовку от того, что вы сказали и привели вот привер с тем донецким футболистам. Ему нужно было применить экспрессию, он не применил, то есть не передал. В этом была ошибка. В другой ситуации ошибкой будет передать экспрессию. Но смотреть по ситуации, просто когда вы умеете передать ее, у вас есть этот скилл, а если вы не умеете, а он понадобился, его нету. Все. Вот это, как бы, вы согласны с тем, что я пытался ваши слова просто для себя объяснить? Конечно. Ну вот. Я на инверсию продаж только использую иногда. Но не в каждом предложении. Иногда, конечно. Но ее же легче использовать, когда это надо работать. Ее сходу просто придумать сложно. Вот просто сходу пришло, если оно не отработано, ты не придумаешь сходу. А просто, ну, давайте, если мы будем использовать, кто последний сказал, тот прав, или не будем использовать. То есть еще раз, что я хотел сказать, Алексей? Я хотел сказать то, что не надо, надо обращать внимание на то, что все-таки мы переводим слова, и мы переводим человека. А подстраиваться, и быть швейцарским ножом, и пилить пилкой по металлу дерево, ну, это не нужно. То есть действительно нужно подстраиваться. И слова моей тени, еще раз, я цитировал Чужакина, покойного уже. Андрея, то есть ситуация какая? Мы подстраиваемся под ситуацию, не надо тянуть одеяло на себя. И причем я не обвиняю вас в том, что вы это делаете. Ни в коем случае. Я просто это озвучиваю, что бывает так, что переводчик считает, что он намного круче, чем докладчик. Я в самом начале объяснил, нет, так как переводчика приглашают работать, если он работает, если его не зовут настраивать станки, а зовут переводить для того, чтобы настраивать станки, то он должен переводить, а не настраивать станки. А у нас очень часто бывает то, что люди перетягивают на себя и начинают от себя добавлять. Опять же, это все направлено не на профессионалов, кто работает много и кто это все знает, и опять же, на подсознательном и сознательном уровне, а те, кто только осваивает эту профессию и так далее, для того, чтобы была качественная работа. Все. А вам еще раз я благодарен за вебинар. Понятно или непонятно я изъяснился, я не знаю. Да, ну, Юрий, ломать не строить. Не иметь скилла легче, чем его иметь. Поэтому... Ну, я не против скилла, но еще раз, я за него двумя руками, тремя руками. Я хочу только добавить, что бывает ситуация, извиняюсь, когда докладчик настолько быстро говорит, что без этого скилла, если его не вытащить из кармана, то никак. Есть ситуации, когда человек спокойно говорит, и все можно перевести дословно и не прибегая ни к чему такому. Но иногда это палочка-выручалочка очень полезная. Возможно, нужно просто учитывать контекст. Я не против скилла, точка. Ну, понятно. Хорошо. В общем, вот такое. И я запощу Google Doc. Там будут вот эти тексты и вот эти упражнения, с которыми мы сегодня работали. Окей? Супер. Давайте повторим. Да. Спасибо, Леша. Спасибо. Очень было приятно вас всех видеть. Кого было видно и кого было слышно, было очень приятно слышать. В общем, see you around. И залишайтесь здоровы, счастливы и свободы. Внутри и и зовнишню. Дякую. Дякую. Гарных вихідных. Вам тоже. Счастливы. Пока. 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 Счастливы. Счастливы. Продолжение следует...